Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим известное окончание из русских шашек. Так называемая народная задача. Почему народная? Да потому что эта задача уже известна давно. И кто ее впервые проанализировал, неизвестно. Получается, что народ. Потому и народная задача. Это окончание полезно запомнить, так как оно иногда встречается в игре. И рассчитать его, если вы впервые видите это окончание, довольно-таки тяжело. То есть если у вас цикнут недостаток времени, вы скорее всего проиграете эту позицию. Так что, друзья, советую ее запомнить. Народная задача может сходиться из разных позиций, но все сводится примерно к следующему. В этой позиции ход черных. Обратите внимание, что у черных огромное материальное преимущество. То есть две лишних шашки. Но тем не менее, белые могут в этой позиции достичь ничьей. Как это происходит? Ну, во-первых, смотрите. Бесполезно в этой позиции ходить dc3 или de3, так как белые захватывают большую дорогу. И это ничья уже. Тут черным не победить. Поэтому в этой позиции у черных единственный ход. Аb4. То есть какая идея? Когда белые поставят дамку по большой дороге, черные закрываются шашками. И видите, хотят протащить свою шашку а7 в дамке и победить в этой позиции. Но при правильной игре им это не удается. Как защищаться белым? Белым надо обороняться по полям g7 и f6. Например. Ну, допустим, пошли а g7. Тогда аb6. Пошли gf6. Тогда b5 или bc5. Без разницы. И вот мы ходим по этим полям. Туда-сюда. fg7. Аb4. В этой позиции важно запомнить. Когда черная шашка пересекает половину доски, переходит на нашу половину. То есть видите, аb4 последний ход. В этот момент мы должны приступить к активным действиям. То есть если дамка находится на g7, мы должны сыграть g6. Если бы дамка была на f6, нам надо играть fg5. Это единственный ход. В чем идея этого хода? Теперь у черных есть два хода. b3 и cb2. Давайте рассмотрим их оба. После хода cb2 есть два нападения. Можно напасть с поля d2. Можно напасть с поля c1. Мне лично нападение с поля c1 нравится больше. Почему? Смотрите. Если мы нападаем с поля c1, у черных есть два хода. Либо играть, идти в дамки, либо закрываться. Если черные идут в дамки, тогда мы форсируем ничью. Нападаем на шашку b4 с поля a3. Черные вынуждены отходить. И играем на поле c1. И черные вынуждены расстаться с одной из своих единиц. И белые достигают ничью. То есть видите, в этой позиции после нападения черные вынуждены закрыться. b3. Теперь мы играем на поля либо g5, либо h6. Тут без разницы. То есть чтобы у нас было нападение с поля f6, либо g7. Теперь у черных есть три хода. Первый ход. Если они ставят дамку на поле c1, мы занимаем большую дорогу. Черные вынуждены отойти. И это уже ничья. Черные здесь нас выкурить с большой дороги не могут. Если черные играют, допустим, dc3 шашкой, тогда мы закрываем, закупориваем. Видите, отверстие тут на поле c1. И черные вынуждены ставить дамку только на поле a1. Тогда мы уже играем, допустим, на поле g5. Ну и у черных есть три варианта ответа. После ab2 мы нападаем. И черные после хода cd2 вынуждены распрощаться с одной из своих шашек. Белые достигают ничью. После хода cb2 белые здесь даже выигрывают. Иногда такое бывает в цитноте. То есть черные жадничают, пытаются как-то выиграть. И в итоге даже проигрывают. Видите, дамка черных остается... И две шашки остаются в заперти. Белые побеждают. Ну и последний ход это сыграть дамкой ab2. Тогда мы снова закупориваем. Видите, не даем черным вырваться на свободу. Ну и дамка черных здесь будет бегать туда-сюда по полям a1 и b2. Как джин в лампе. То есть ничья повторением ходов. Так, рассмотрели. Значит, первый ход. cb2. А еще такой вариант в этой позиции возможен. После нападения, если черные закрываются, мы играем на g5. Еще, возможно, постановка дамки на поле a1. Это самая сильная атака. Теперь у белых единственная ничья. Здесь надо точно сыграть дамкой на поле d2. Это единственный ход. У черных, видите, несколько продолжений. Но если ab2 играют, мы просто нападаем дамкой с поля c1. И забираем шашку b2 с ничьей. Если же черные играют, допустим, дамкой ab2. Тогда заходим в так называемые любки. То есть, видите, между шашкой и дамкой, как говорится, забирай любую. Ну и черные еще пытаются выиграть. Ставят дамку на поле a1. Мы бьем до конца. Но ход черных не могут выиграть. Не играют ab2. И дамка белых успевает вырваться на свободу. Ну, куда угодно тут можно сыграть ничья. Такой основной вариант. Еще в этой позиции, кроме хода cb2, возможен ход b3. Тогда все сводится примерно к тем же вариантам. То есть, играем дамкой на поле c1. Не даем черным пошевелиться. Остается у черных единственный ход cb2. Тогда мы играем дамкой на поле g5. И эту позицию мы уже видели. Ну, давайте еще раз повторим ее. Повторение. Мать учения. Если черные ставят дамку на c1, занимаем большую дорогу. Это ничья. Если черные играют dc3, тогда закупориваем джина в бутылке. Ну, и все. Ничья повторением ходов. То есть, на b2 нападаем. А если черные играют дамкой, тогда ничья повторением ходов. Бегаем туда-сюда. С ничьей. Ну, и последний вариант. Если черные снова ставят дамку на поле a1, уже здесь сами попробуйте вспомнить, куда мы должны ходить. Единственный ход. Дамкой на d2. Все остальное проигрывает. Ну, и снова, если черная игра дамкой, тогда заходим в люпки. Бьем до конца. Ничья. Так. Почему в этой позиции после хода cb2 еще, друзья, есть ход дамкой на d2, но здесь есть ловушка за черных, поэтому вот такую ничью делать я не рекомендую. Особенно в цепноте можно запутаться. То есть, черные здесь могут закрыться. dc3. И здесь вот очень хочется напасть в поле c1. Я не знаю, вот лично у меня такое или у всех вот прям хочется напасть. А этот ход уже, оказывается, проигрывает. Черные играют b3. И ничьей здесь нет. То есть, белые играют, допустим, на g5. Тогда черные уже, видите, вырываются на свободу. Джин выходит из бутылки. И здесь выигрыш у черных. То есть, на нападение уже черные закрываются шашкой, проводят все три шашки в дамке, строят треугольник Петрова и побеждают. Кто не знает, как строить треугольник Петрова, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Ну, а, конечно, вот в этой позиции правильно было, то есть, после нападения, если d2 нападать, черные закрылись, правильно играть на g5. Тут еще черные тоже давят, ставят дамку на c1. Кажется, что белые проигрывают, но все-таки ничья есть. Точное нападение с поля f6. Надо закрываться cb2. И снова играют fg5. То есть, если черные сыграют дамкой на c1, будет ничья повторением ходов. Поэтому приходится играть, допустим, b3. Тогда уже ставим дамку на c1 и снова запечатываем джина в бутылке. Видите? Ничья повторением ходов. Вот такая непростая позиция. Понравилось видео? Тогда ставь Лукаса и подписывайся на канал. До свидания, друзья! Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Увидимся на шахматной и шашечной досках.